Прекращение сопротивления и сдача вооруженных сил противнику, переход военного имущества врага победителю, разрушение личного состава вооруженных сил или их пленения. Словом, документ, подписанный на условиях победившей страны, называется актом о капитуляции. Перейдем к подписанию. Да. Даже время нуждается во времени. Минувший год создал широкие возможности для более глубокого понимания всех деталей акта о капитуляции, подписанного президентами Азербайджана и России, и который был вынужден подписать премьер-министр Армении. Становится ясно, что этот документ не просто победный итог 44-дневной Отечественной войны. Если сказать точнее, это доказательство достижения Азербайджаном жизненно важных целей в политической, экономической, военной, правовой плоскости на протяжении долгих лет, стоявших перед профессиональной и качественной системой государственного управления Азербайджана. Представьте, что государство, оказавшееся под угрозой краха, фактически восстало из пепла. Экономическая мощь доведена до исторически рекордного уровня благодаря мегапроектам, и этот экономический потенциал превратил армию, созданную после Первой Карабахской войны, в одной из 50 сильнейших армий мира. Отношения, построенные на принципах взаимного доверия и уважения, сегодня превратили нашу страну в регионального флагмана, в государство, слово и подписи которого доверяют все. Дезинформационная машина врага, выведенная из строя, правда, нанесена до всего мира устами справедливой стороны и так далее. Словом, благодаря принципиальному дипломатическому курсу и решительной воле президента Ильхама Алиева, были собраны воедино факторы, обусловившие нашу победу. Сформировалась ударная сила железного кулака. Тем самым азербайджанский народ делом доказал врагу, его покровителям и всему миру свое единство и величие. Это наша общая победа, всего азербайджанского народа. Азербайджанский народ вновь показал, насколько он великий, насколько это патриотичный народ, обладающий железной волей. Страдания, безнадежность, мучения на протяжении этих 30 лет не сломили наш народ, не оказали какого-либо негативного влияния на нашу волю. Наоборот, мы еще больше сплотились, стали более стойкими, более сильными, собрались с духом, сказали, уже хватит, мы не смиримся с оккупацией. Мы сказали, что прогоним врага с наших земель. По приказу Верховного главнокомандующего, героическая азербайджанская армия изгнала остатки беглой армии, годами укреплявшейся на оккупированных землях и продемонстрировавшей так называемый профессионализм в деле нарушения законов войны. Нанесла сокрушительные удары, после которых они даже посмотреть нашу сторону не посмеют. Конечно, герои, продемонстрировавшие это легендарное мужество, словно восстановившие памятник нашей духовности, вернувшие нам чувство гордости, это молодое поколение, годами воспитывавшееся в правильном идеологическом духе, в духе патриотизма. Азербайджанская армия, победившая Армению. Проводилась целенаправленная политика в политическом, экономическом, военном направлениях, в духовной сфере, в области воспитания молодого поколения и выросло такое молодое поколение, которое пожертвовало жизнями за землю. Молодое поколение цены в своей жизни и крови, освободившие нашу землю от врага. Представители всех поколений участвовали в войне, проявили героизм. Но каждый должен знать, что основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся вперед моего президентства. Молодые люди, которые в 2003 году были детьми. В первую очередь мы обязаны им, всему азербайджанскому народу. Минувший год подарил нам и мировому сообществу новые реалии. Хоть и хрупкие, но мир и стабильность, воцарившиеся в регионе, который долгие годы был зоной боевых действий, последовавшие затем начало возрождения в Карабахе и восточном Зангизуре, дивиденды, которые все это сулит и нашей стране, и государством региона, и даже самой Армении, и есть фактические результаты подписанного совместного трехстороннего заявления. Часаред Гембарли, Сабин Алиева, Новости.